Привет всем! Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас с вами вторая встреча, второй эфир, посвященный моим учителям с названием общей серии, которую я заимствовал у Георгия Ивановича Гурджиева «Встреча с замечательными людьми», так называется, его книга, в которой написывает влияние, источники знания, своих учителей, которые оказали на него влияние. И я, следуя Гурджиева, тоже определил эту серию вебинаров как «Встреча с замечательными людьми». Немножко подстраиваю технику, я извиняюсь. Так, да, все нормально. Я параллельно пытаюсь еще записать на блогерскую камеру происходящее. Итак, я смотрю уже у нас и в Фейсбуке, и в Инстаграме уже есть люди. Если вы помните, на прошлом вебинаре «Встреча с замечательными людьми» я рассказывал о своей первой встрече со Станиславом Кристиной Гров в 1989 году в Москве, об учебе у них и последующем многолетнем сотрудничестве, дружбе, ученичестве, конфликтах, которые тоже мне многому научили. И поделился своим опытом и тем, как важно в сложных ситуациях слушать себя, верить своей судьбе, верить своей глубине и держать, идти, не сдаваться. Это очень важно для того, чтобы в тебе родилось что-то принципиально новое. То, что без этих испытаний не родиться. Более того, я убежден в том, что именно благодаря тем испытаниям, которые свалились на меня и которые в тот момент, когда они происходили, казались невозможными, я и стал получать какие-то новые знания, которые интересны не только мне, но и многим другим людям. Ну, в частности, я узнал сущность психотерапии, сущность дыхания, не только аллотропного дыхания, но и, я думаю, основных дыхательных практик. И, наконец, научился таким базовым, но очень важным вещам, как что такое развитие, что такое человек, как мы можем ориентироваться в жизни, как мы можем понять себя, как мы можем развиваться наиболее эффективно именно в наше время, в нашей ситуации. И это то, чем я уже делюсь на своих семинарах, в своих фильмах, ну и в других масштабных проектах, которые мне тоже доводится проводить, делать участие в крупных международных конференциях, форумах и так далее. Сегодня я расскажу о других потрясающих людях, тоже семейная пара, тоже люди, которые для меня долгие годы и до сих пор воплощают духовный союз, творческое сотрудничество, танец Андрогина, танец мужского и женского. Потрясающее, тонкие, нежные отношения. Два любящих человека, он и она, которые каждый пришел сложным путем и к тому делу, которым они занимаются, и друг другу. Это Арни и Эми Минделл. Мои любимые и замечательные, как Кристина и Станислав Гроф, наставники, провокаторы, люди, которые не дают мне спать, побуждает, люди, которых я учусь прежде всего быть живым. Потому что Арни и Эми Минделл... Минделлу, кстати, 1 января 2020 года исполнится 80 лет. Будет большое празднование в Портландии, в их доме, на берегу Тихого океана. Кстати, из окна их дома довольно-таки часто видно плавающих китов, они любуются этим. В окрестных лесах вокруг много удивительных зверюшек. И если вы посмотрите на фейсбоковскую ленту Минделлов, они часто делятся снимками о тех потрясающих живых существах, которые кругом живут, снуют. Я познакомился с Минделлами, можно сказать, совсем случайно. Я ничего не знал о них. Если о Грофе до встречи... Я мечтал грезивать этой встрече 9 лет, с тех пор, как в 1980 году я прочитал свою первую книжку Грофа области человеческого, бессознательного. Если перед первой встречей с Кеном Вилбером... Я тоже очень долго изучал его работы, я знал о нем. Я читал первую книжку Кена Вилбера, но о Бандере «Никаких границ» в 1982 году. И она меня поразила, несмотря на то, что это юная книга, как сам Вилбер говорит, из романтического, то есть первого периода, первый взгляд на интегральную карту человека и мира. Тем не менее, в ней очень много прозорливости, очень много глубины и совершенно новое развлечение и психотерапии, и сознания, и человеческая ситуация, которая очень много позволяет нам увидеть и в себе, и в нашей профессиональной сфере психологии и психотерапии. То в отношении Арни и Эми Минделл я был абсолютно несведущим человеком. Я ничего не знал, ничего не слышал, ничего не читал. И, насколько я понимаю, никто в Советском Союзе ничего о Минделлах в то время не знал. По крайней мере, я тусовался достаточно активно и, в общем-то, знал всех психологов-психотерапевтов в 80-е-90-е годы. Но о Минделлах ничего не было слышно. В 1990 году я и Вячеслав Цапкин стали двумя счастливцами. Мы вытащили, можно сказать, счастливый билет и получили двухмесячную стажировку по программе Enterprise Development Programme Center for US-USSA Dialogues. Это такой тогда был центр в Сан-Франциско, который спонсировал обучение подающих надежды молодых советских людей энергичных, которых обучали бизнесу в разных областях американцы. Ну вот я и Слава Цапкин были единственными из 400 обучающихся, чьим полем была психология и психотерапия. Мы в это время уже создали Ассоциацию гуманистической психологии в Советском Союзе. Слава Цапкин был избран вице-президентом по гуманистическому крылу, а я вице-президентом по транспарсональному крылу. Так что мы... Профессор Братусь был президентом этой ассоциации. Так что мы вместе с ним воплощали вот такую транспарсонально-гуманистическую силу Советского Союза. И наша стажировка проходила в основном в Калифорнии. Мы посетили ведущие институты транспарсональные, гуманистические, институт транспарсональной психологии. Там где-то вот около недели мы ходили на всевозможные классы, познакомились с профессорами, с основателями Бобом Фрейзером и Джимом Фейдиманом, с главным редактором журнала транспарсональной психологии Майклом Виком, ну и так далее. Со многими замечательными людьми. И мы также стажировались под покровительством и под патронажем Стэнли Крипнера в Сейбрук Институт. Тогда он базировался в Сан-Франциско и был очень крупным институтом, обучающим также экзистенциальной, гуманистической и транспарсональной психологии. Мы даже сыграли в американский футбол. И я неожиданно, хотя до этого никогда не играл в эту игру, даже забил там какой-то гол и схватил какие-то аплодисменты. Мы ездили в Mental Research Institute в Пала-Альта и познакомились лично с Полом Вацлавиком, Бейслом Хилли. В этом институте работала Вирджиния Сатир. С ней я познакомился раньше. В Москве она давала мастер-класс. Так что это была очень плодотворная поездка. Одним из пунктов, запланированным нашей поездки, было посещение института СЛН. Сейчас не помню, какой семинар. Но мы имели некоторую возможность структурировать свою программу. То есть у Славы Цапкина были какие-то классы отдельно, только для него связанные с гуманистической психологией. У меня какие-то мои классы и какие-то занятия связаны с транспарсональной психологией и с тибетским буддизмом. И вот чрезвычайно важным для меня моментом важным в расписании этой поездки было посещение ретрита Чугеланом Хайнарбу в штате Массачусетс. И я спланировал и заложил этот ретрит уже когда я был в Калифорнии. И поэтому я отменил свой семинар в институте СЛН. Для меня это было, в общем-то, достаточно большой потерей, потому что я мечтал тоже в институте СЛН, хотел познакомиться с ним. Я читал много в институте СЛН и знал, что это первый центр развития на американском континенте. И он стал своего рода прообразом для всех других центров в мире и в Европе. И вот когда мы гостили у Майкла и Дальси Мёрфи со славой пару дней, я поделился своим сожалением, что вот в силу того, что я еду на ретритном Хайнарбу, я не смогу посетить институт СЛН, хотя очень хотел и очень сожалею. И Дальси Мёрфи сказала, ну ты ведь, Володя, ты можешь посетить институт СЛН недели раньше. И действительно, у меня была возможность сделать подвижку и посетить институт СЛН недели раньше. И я спросил, а что там будет за семинар? Дальси сказала, о, будет очень интересный семинар Арни и Эми Минделл по процессуальной работе. Я ничего не слышал ни о процессуальной работе, ни об Арни и Эми Минделл. И поэтому я спросил, а кто это такие? О-о-о, сказала мне Дальси Мёрфи, ты скоро узнаешь. У меня был замечательный райд, женщина, которая подбросила меня из Сан-Франциско до института СЛН. Она оказалась ученицей Тартантулку Римпочи, другого героя моей трансперсонально-духовной буддистской юности и взросления. Мы читали за поем книги Тартантулку Римпочи в Самыздате в Москве и много лет занимались по его книжке «Время, пространство и знания. Новое видение реальности», где очень много упражнений, помогающих постигать суть тибетского буддизма для европейского человека. И она поделилась своими личными впечатлениями от НИБМа института, Тартантулку. Мне было это очень и очень интересно. Ну вот мы наконец доехали до института СЛН. Первое, что меня поразило, это вид, потому что СЛН находится на обрыве высокой скалы. И впереди обрывается метров 50, может быть, даже больше, практически отвесная скала, и там Тихий океан плещется. Чуть-чуть ниже, влево, если смотреть на Тихий океан, горячие источники, которые тоже очень важная часть СЛНовской и культуры, и системы. И с помощью этих горячих источников сделаны теплые ванны. Ну, в Калифорнии вообще очень любят хот-тобы. И во время моей первой поездки я удивился привязанности к калифорнийским хот-тобам. Там практически в каждом доме были свои хот-тобы, и мужчины, женщины, голые купались там. Ну, поначалу это было шок для советского человека, потом мы привыкли. И вот самые знаменитые хот-тобы на калифорнийском побережье были, конечно, в институте СЛН. Это сероводородные ванны, ну, с сероводородным, конечно, запахом, целительные. И, конечно же, первое, что я хотел посмотреть в институте СЛН, это хот-тобы. Второе, мне очень хотелось испытать знаменитый СЛНский массаж. Я о нем тоже очень много слышал. Массаж пришел в Соединенные Штаты через СЛН. Ну и, конечно, я был также удивлен, изумлен и обрадован калибрии. Маленькие птички, которые везде летают в СЛН и собирают с маленьких цветков нектар, зависая в воздухе и невыносимо быстро махая крыльями. Ну, тоже удивительное зрелище. И вот этот вот застывший калибри, который быстро-быстро перемещается от цветка к цветку. И филигранное движение, когда они засовывают клюв именно в то место, откуда не могут доставать нектар. И вот первый вечер, первый вечер знакомства. Так всегда стандартно начинаются семинары в институте СЛН. Выходит двое ведущих, маленький, я бы сказал, даже худенький, плюгавенький, молодой старикашка, лысый, шустрый, веселый, арни и стройная, элегантная, в чем-то романтичная, Эми Минделл. Даже мне, как показалось тогда, чуть-чуть более высокого роста, чем Арни. И Арни начал говорить своим спокойным, несильным, но выразительным голосом, рассказывать о процессуальной работе. И через некоторое время мое ощущение какой-то вот такой несерьезности сменилось. Мое первое восприятие как-то несерьезное ведущее сменилось ощущением какой-то вот такой подлинности и живописи. Я обратил внимание на потрясающую выразительность и артикулированность Арни, его жесты. Тоненькие ручки, но с рельефными мышцами, с отточенными движениями пальцев. И у меня сразу возникли ассоциации с Калибри, которые также мелкие, но также чрезвычайно точные и выразительные во всех своих проявлениях. Ну, состоялось введение, и затем я, конечно же, после семинара, после введения в семинар отправился в хот-топ эссаленский. Потому что, ну, мне хотелось почувствовать то, что чувствовал Джон Лили в книге «Центр циклона». Он написывает, как он лежал в хот-топе под лунным небом, смотрел на звезды. И вот этот опыт мне тоже хотелось как-то почувствовать, воспроизвести. Я пошел в хот-топ, но вопреки каким-то моим наивным ожиданиям, там были люди, голые девушки, которые в совершенно свободных позах, ничего не скрывая, лежали, двигались. Ну, для меня бы это было все, конечно, непривычно, но не теряя, как бы, не показывая своего смущения, я попытался тоже непринужденно, как настоящий свободный участник семинаров Института Сален, тоже полежать в хот-топе, посмотреть, поговорить о первом впечатлении о семинаре Минделла. И на следующее утро началось введение в процессуальную работу. В принципе, вот то, что происходило на этом семинаре, очень хорошо изложено в книжке, которую я потом издал, «Вскач задом наперек», которое тоже, по сути, является ничем иным, как транскрипцией семинара, который Арни и Минделл провели в том же месте, в Институте Сален, годом раньше. И книга, по сути, это и есть транскрипция этого семинара. Поэтому было прекрасное введение в процессуальную работу. Минделлы прошлись по всем пунктам, как они обычно это делают, введение теории, затем демонстрация друг на друге, затем работа с кем-то из клиентов, работа в парах и так далее. Все было чрезвычайно новое, интересно. И затем Минделл перешел также... Да, я помню, был такой момент, который для меня был переломный, когда Минделл, как он это обычно делает на семинарах, крутанул ручку, чтобы жребий, острие ручки выбрало из нескольких желающих того, с кем он будет работать. И жребий выпал на печальную женщину, которая, ну, когда Минделл спросил, как вы себя чувствуете, с кем бы вы хотели поработать, ну, просто вывалил на него сразу, я не хочу жить. Ну, представляете, к вам приходит клиент, если вы психотерапевт, и говорит что-нибудь вроде этого, я не хочу жить, я хочу прекратить все эти мучения, я мечтаю о самоубийстве и так далее. И меня поразила реакция Минделла, который, понимающий, закивал головой и сказал, да-да-да, конечно, жизнь иногда бывает ужасной, а скажите, пожалуйста, как бы вы хотели закончить этот кошмар? И женщина сделала несколько вот таких неуверенных, незаконченных движений, и Минделл подсказал ей, да-да-да, делайте это. И она показала, что она хотела бы застрелиться. Давайте, прекрасно сказал Минделл, давайте, говорит, попробуем сейчас сделать это, вот, в воображении, представьте себе, что это последний миг вашей жизни, вы подносите, это последний миг вашей жизни, к виску, чувствуйте, что происходит, нажимайте, когда вы, и когда вы нажмете курок, произнесите пиф, звук выстрела. И женщина переживала последний момент своей жизни, и когда она сказала пиф, Минделл миллисекундой позже визгливым шутовским голосом крикнул пиф, зажмурив глаза. И, не давая никому опомни, сказала, здорово, потрясающе, невероятно, вы поняли, давайте, давайте еще, говорит, раз, с другой руки. Женщина начала опять переживать последний миг своей жизни, поднося к другому виску. Пиф, сказала она, пиф! Ужасным голосом сказал Минделл, и, не давая никому опомни, сказал, давайте еще раз. И когда третий раз женщина сказала пиф, она сама не могла удержаться от смеха, смеялась она, смеялся весь семинар. И в этот момент я увидел уже не плюгавенького маленького человека, ведущего семинара, а такого фантастического мастера, пылающего Даоса, который в удивительном ясности, осознанности вел весь процесс. Я понял, что психотерапия может быть импровизацией, психотерапия может быть живым совершенно делом, не иметь никаких сценариев. Психотерапия следует потоку энергии, потоку процесса, и это и есть самый короткий путь. Все, что для этого нужно, быть в совершенной обратной связи с собою, с человеком, которому ты помогаешь, следовать процессу. И чутко смотреть, чутко помогать, чуть-чуть помогать проявляться тому, что возникает в этом процессе, помогая немножко усиливать. И ситуация очень сложная, очень опасная, с большим риском срыва, потому что неумелая, не очень аккуратная работа в такой ситуации может создать посттравму, может подтолкнуть человека к самоубийству. То есть психотераписты знают, насколько сложно для работы подобные вещи. Здесь вся ситуация была разрешена в течение нескольких минут. И женщина, благодаря Минделлу, который был в расширенном, высоком состоянии сознания, тоже вышла в это расширенное, высокое состояние сознания, и поняла свои игры, свою ограниченность, свои клетки, и смогла выйти из них сама. И для меня это было просто совершенно новое измерение психотерапии. До этого неизвестное мне, потому что, ну, в принципе, я не знал, что психотерапия может быть театром, игрой, мистерией, импровизацией. Минделлы показали ярко мне наиболее, в первый раз наиболее ярко. И во второй день, где-то уже ближе к концу семинара, ну, было много других ярких моментов по введению в процессуальную работу, вот на второй день, ближе к концу, мы все вместе, как группа, играли в мистерию землетрясения. Это было связано с тем, что тема землетрясения чрезвычайно актуальна для Калифорнии. Там разлом Сан-Андриус, как, наверное, многие из вас знают, и достаточно сильные процессы. И в 1989 году, за год до этого семинара, было достаточно сильное землетрясение, затронувшее Сан-Франциско. Было много разрушенных домов. Когда годом позже, в 1990 году я был в Сан-Франциско, мне показывали многие дома с трещинами, показывали разрушенные дома, и, в общем-то, были даже жертвы, смертельные исходы. Ну и, конечно, жить в этом месте непросто. Погода в Калифорнии чудесная. Зимой там, я помню, в первый раз, когда я был с деревьев, я снимал мандарины спелые. И там замечательная температура и зимой, и весной, и летом. И мы знаем, что там концентрация хай-теха, хай-майнда, все самые крутые хай-теховские компании находятся в Калифорнии, в Пала-Альто, в Силиконовой долине. Там находится Институт транспорциональной психологии, Калифорнийский институт интегральных исследований. И в то же время это, ну, сейсмически опасное место. И в каком-то смысле это жизнь на краю бездны. И вот мы разыгрывали мистерию землетрясения. Минделл сперва предложил нам всем подумать над тем, какие роли мы хотели бы играть. Ну, вот что наиболее, чего мы боимся, что наиболее проявлено в ситуации землетрясения. И очень быстро выпала роль, ну, тех людей, которые очень боятся, очень страдают, которые пришли в панике и жутко беспокоятся при начале землетрясения. Ищут выхода. Вторые люди это люди, которые, ну, как знаете, как в песне, а нам все равно пир во время чины, которые танцуют, ликуют, потоп, помирать так с музыкой. Вот такого рода вот отношения. Третья группа это силы спасения. Это пожарники, городские службы, 9-11. Это организаторы помощи и так далее. Скорая помощь. Все, что помогает людям спасаться, выживать. Четвертое это силы самого землетрясения, которые несоизмеримы по мощи с силами людей, которые сносят все. И Минделл предложил нам в следующий миг найти то, что нам, каждому из нас наиболее близко, и спонтанно начать проявлять вот эти роли. Роли о нам все равно, роли тех, кто боится землетрясения, роли спасателей или роли разрушающих сил самого землетрясения. И люди стали двигаться. Кто-то сметал, кто-то кричал, кто-то танцевал свой последний танец с упоением. Через некоторое время Минделл попросил остановиться и перейти в другую роль. Затем в третью роль, в четвертую роль. Так что каждый постепенно пережил все аспекты землетрясения, проявленные в этом групповом процессе. Затем мы все стали широким кругом, обнявшись. И из тишины, из глубины наших состояний возникло общее движение, общее покачивание с движениями ладоней по плечам соседей, с поглаживанием и с касанием. И песня, которую подхватили американцы, я ее не знал, но она была, видимо, знакомой, общей и выражала дух, выражала состояние людей. Была удивительная интеграция, понимание всего и вся, понимание пионеров, людей, которые осваивают новые земли, которые рискуют, которые живут на краю бездны, но продолжают жизнь, потому что этот риск, эта опасность дает нам контакт с творческими силами мира. Вот это было удивительное завершение, и, конечно, я был под колоссальным впечатлением от Минделлов. В первый, вернее, во второй день, первый день был, пятница, вечер, в первый день воскресенья мне удалось познакомиться с ними лично, во время обеда я подсел к ним, я был единственным человеком из России, поэтому, ну, у меня было своего рода преливигрованное положение, мы поболтали в Соленской столовой, быстро выяснилось, что и у Арнии, и у Эми корни в Советском Союзе, их бабушки, дедушки, по-моему, даже отец Минделла жил там, под Витебском, территорией современной Белоруссии, Украины, вот из этих мест, другой дед Минделла, китаец, как известно, и я пригласил Минделлов в Россию, я сказал, приезжайте, пожалуйста, я в восторге, я хочу, чтобы, ну, с вами познакомились с вашим мастерством, с вашей работой люди в Советском Союзе, и удивительным образом Минделлы приехали на следующий год, в 1991 году, и был их замечательный первый семинар, который мы провели в Институте психологической, психологии и педагогики, Академии педагогических наук, вот в Большом Зале был этот семинар, было много именитых психологов на этом семинаре, тогда все очень интересовались всем новым, и Минделлы ничего не заработали на этом семинаре, но они передали нам свои знания, свою мудрость, и немало людей познакомились с процессуальной работой, Юлия Гиппендрейтер, например, она ездила потом на семинары в Швейцарию к ученикам Минделла и к самим Минделлам. И в следующем году мой друг Андрей Гостев, доктор психологических наук из Института психологии, Академии наук тогда Советского Союза, который тоже влюбился в Минделлов, организовал мировую работу в Советском Союзе. Тема была очень интересная. Развал Советского Союза, конфликт бывших республик между собой и, конечно, прежде всего с Россией. Приехало несколько сотен человек со всего Советского Союза. По-моему, в Институте молодежи Выхина так называется это как раз все происходило. И было очень интересно, очень плодотворно. и мы также много получили. Я вскоре начал издавать книги, издал первую книжку Грофа за пределами мозга, другие книжки Грофа и через некоторое время решил издать также книжки Минделла. Первую книжку, которую я подготовил к изданию, была Тело шамана, потому что эта книжка была, во-первых, самая популярная из книг Минделла в мире, а во-вторых, там это мост между процессуальной работой и миром Дону Хуана, которым я тоже очень увлекался. И поэтому я выбрал эту книжку, которую я думал, что она будет очень хорошим стартом. И в 94-м году состоялся третий семинар Арнии Минделл. Он происходил в районе Беляева. Семинар был по геопсихологии в кинотеатре Ханной. Сейчас это центр вдохновения. И вот только что бывший в апреле семинар Арнии Минделл тоже происходил в этом же самом месте. Раньше это был кинотеатр Ханной, сейчас это культурный центр вдохновения. И он был посвящен геопсихологии. Мы занимались такой очень хороший нет, извините, я немножко перепутал. Перепутал, да, перепутал. Это был уже этот семинар был в 2004-м году. Я извиняюсь, вылетел у меня из головы. До этого были другие семинары. Еще один семинар в Москве и семинар в Петербурге Минделлов. Потом были семинары здесь. Уже к этому времени я издал много книг. Арнии и Эми с удовольствием откликались на мои просьбы об интервью. И вы можете посмотреть на сайте Transperson.ru мои интервью с ними. Там есть два интервью, которые вошли в программу истоков. Также несколько моих рассказов, которые были на телевидении об армии Минделл. И несколько я также снял больших интервью, которые вошли во все три моих фильма. Танец бесконечности, тайна Карлоса Кастанеда и инструменты эволюции. Сейчас, во время последнего приезда, я снял еще одно последнее интервью с Минделлами уже на новой технике, на новых 4К-камерах профессиональных для следующего проекта, для третьего фильма из эволюционной трилогии, там, где будет о самых быстрых эволюционных треках речь идти, о самых быстрых направлениях развития. Так что, я думаю, тоже вы порадуетесь. Процессуальная работа, ну, совершенно фантастическая работа, она абсолютно практична, и в идеале она за пределами концепции, в этом она меня очень привлекает, за пределами схем, там минимальный набор понятий и максимальный акцент на живой контакт с клиентом, с ситуацией, с тем, что есть, с собой. Обратная связь, я думаю, что это номер один качество, которое необходимо для того, чтобы стать мастером процессуальной работы. Быть в контакте с собой, быть в контакте с клиентом, и этот контакт живой. Минделлы полностью отказались от классической для глубинной психологии классического представления о «я» и «не я», например. Вместо концепции «я» у них существует концепция первичного и вторичного процесса. Нет сознания и подсознания. Есть первичный процесс, то, с чем я отождествлен в данном моменте, есть вторичный процесс, или совокупность вторичных процессов, то, с чем я не отождествлен. Ну, например, мой первичный процесс сейчас это вебинар. Я рассказываю вам о своих встречах с замечательными людьми и стараюсь передать свои ощущения, свои эмоции, то, что я запомнил, то, что наиболее меня поразило, то, что мне кажется наиболее важным, оригинальным. Это мой первичный процесс. Мой вторичный процесс это мои жесты, мои движения, я не контролирую их, это аспект моего выражения, интонации, ритмика, и это что-то другое, что делается само, что выходит и что не подвластно моему осознаваемому контролю. Я с этим не отождествлен. И работая с первичным и вторичным процессом, а также через проявление этих процессов, через разные каналы, это пять каналов органов чувства, это канал движения, канал внутренних ощущений проприоцепция, канал мировой, то есть или интуиции, канал взаимоотношений, это главные каналы, которые выделяет Минделл в процессуальной работе, мы внимательно наблюдая за тем, как проявляется целый человек, его дао, его сновидящее тело, можем принимая и получая обратную связь, очень многому помогать, просто следуя процессу и просто поддерживая то, что есть, то, что готово проявиться. Вот, собственно говоря, суть процессуальной работы и процессуальным образом процессуальный подход одинаково работает и с клиентом, и с животным, и с самим собой, и с большой группой, есть общие универсальные принципы процессуальной работы. Я очень рад, что сейчас процессуальная работа это один из очень важных потоков, трендов. Замечательные профессионалы, с которыми я вместе учился на дипломной программе, ведут дипломные проекты в России вместе с международными учителями. То есть, дело продолжается. Книги, практически все Минделлов изданы. Эми Минделл только что прислала мне свою последнюю книжку о мастерстве фасилитатора, она уже в переводе и скоро будет издана. Так что я благодарен судьбе за этот подарок, за знакомство с тончайшим инструментом процессуальной работы и лично, конечно, с Арнием Минделл, которые для меня образец живых и юных людей. Несмотря на возраст, я чувствую, что они дети, что через них каждый мяг струится энергия юности, энергия процессуального ума. Они танцуют замечательный танец древнего, танец иянь, и каждый из них индивидуально. Вот что я хотел рассказать вам об Арнии Минделл. Ну что ж, на этом, пожалуй, я закончу. Следующая встреча с замечательными людьми будет посвящена Кену Вилдеру. И я буду уже не в России, и следующая трансляция будет связана именно с этим. Большое спасибо вам всем, хорошего всем лета, хорошего отдыха, замечательных новых открытий и впечатлений. Всего доброго! Редактор субтитров